Начало традиционное – регистрация гостей. Этот ритуал поручен Ирине и Оксане. Они о комсомоле знают только по рассказам родителей, фильмам, книгам. И удивляются задору, молодости, оптимизму, собравшись уже немолодых людей. Дорогие мои комсомольцы, с праздником вас, со столетия! Ведущий 306-го заседания клуба профессор Олег Маруцев называет имена действительных членов клуба. Звезд российского кино, науки, искусства. Среди них и глава города Одинцова Александр Гусев. Позывный детектив клуба и на сцену поднимается бессменный президент Виктор Дудинов. Каждое из 306 заседаний клуба я начинал со слов «Добрый вечер, семья». Семья – это мой замечательный детектив-клуб. Но сегодня сбылась моя заветная мечта. Я сегодня объединил две моих любимых семьи. Это международный детектив-клуб и мою комсомольскую семью. Вековая история комсомола собрана в короткие кадры видеофильма. Здесь самые главные ее страницы. Подвиги комсомольцев, добровольцев на фронтах гражданской, отечественной войны. Будни, магнитка, целина, БАМ. Вот здесь остановимся. Эта лента создана лауреатом премии ленинского комсомола, некогда стропольщиком БАМа. Три сезона я отработал полноценных на БАМе, валил лес, был стропольщиком, был водителем трилевщика или трактористом, это правильнее сказать. Был бригадиром геодезистов, был начальником участков в 86-м уже. У меня было 150 человек студентов и 40 местных рабочих. Мы строили БАМ. Была энергетика, было чувство ответственности за страну. Это было искреннее. Боша Игорь Феликсович получил лауреатский знак из-за открытия в области науки и нашел свое призвание в кинопроизводстве. У народной артистки Тамары Семиной своя незабываемая страница. В 57-м году Всемирный фестиваль молодежи, а наш курс отправили на Целину. Помните песню? На Целину сказала партия, и комсомол ответил, есть. И вот, наш курс поехал на Целину, и я им сказала, ребята, я закончу картину, обязательно к вам приеду. Говорю, Сема, ты что? Ты героиня фестиваля. Тебе там... Меня таскали. Я нарушаю наши дружеские отношения с Францией. Я говорю, ну что вы говорите, меня курс там ждет. И я поехала к ребятам на Целину. Как мы там сражались, как мы там работали. 21 ноября в Доме кино свой юбилей будет отмечать лауреат государственной премии, любимица всех поколений страны, народная артистка Зинаида Михайловна Кириенко. Не верится, ей уже 85. Я счастлива, что мне довелось сниматься в картинах, которые оставили неизгладимый след в сердцах зрителей. И даже сегодня молодые люди, которые знают, интересуются, любят нашу историю искусства. А когда зазвучала песня «Как молоды мы были» в исполнении Заура Тутова, зал встал в едином порыве. Слова «Как молоды мы были», «Как искренно любили», «Как верили в себя» о каждом, кто был на этой встрече. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».